Девчонки, всем привет! Каждая из нас сталкивалась с такой проблемой, как сорванный ноготь, но не каждая умеет решать эту проблему. Сегодня я вам покажу, как можно с помощью полигеля сделать ноготь эстетически красивым. Первое, что я буду выполнять, убирать свободный край и снимать предыдущий материал с помощью твердосплавной фрезы кукурузка и работать буду примерно на 26 тысячах оборотов. Если мы с вами говорим о сорванном ногте, вам нужно будет обратить внимание на свободный край. Если он у вас засушенный и запушенный, вам его нужно будет чуть-чуть шлифануть и пройтись по ногтевой пластине в зоне боковых валиков и кутикулы. Далее я буду работать пушером и очень хорошо приподнимаю зону боковых валиков и кутикулы. Если вы обратите внимание, то ногтевая пластина у меня утопленная. И для того, чтобы я могла себе полностью открыть рабочую зону, я буду работать насадкой, которая называется либо пламя, либо пуля. Называйте, как вам удобнее. И вам очень хорошо нужно будет зачистить птериги в этих зонах, для того, чтобы вы могли качественно и хорошо в дальнейшем произвести опил и свести на нет к ногтевой пластине искусственный материал. Обязательно еще один раз прохожусь по зоне свободного края. Обязательно следите за тем, чтобы ноготок у вас оставался в сухом состоянии, чтобы ни в коем случае никакая влага на него не попадала. И очень тщательно убирайте пыль. Далее я буду работать пилочкой и приподнимать чешуйки натуральной ногтевой пластины. Снова же хочу обратить ваше внимание, что в зоне боковых валиков и кутикулы вы должны уделить особое внимание. У вас там не должно оставаться ни в коем случае никаких глянцевых просветов натуральной ногтевой пластины. Для распушивания чешуек пилочку лучше использовать 100 на 120 грит. Она вам хорошо пошкрябает натуральную ногтевую пластину, что даст возможность глубже войти в базе в несколько слоев ногтевой пластины. Это очень важный момент, так как именно из-за этого момента материал у вас будет держаться намного крепче, чем если бы вы просто обработали бафиком натуральную ногтевую пластину. Далее я использую бескислотный праймер, так как буду работать с базовым покрытием. Базу мне любезно предоставила торговая марка U-Beauty. Обязательно ссылочку на их интернет-магазин я оставлю в описании под видео. Она хорошо разжижена и под искусственный материал, такой как полигель, отлично подойдет. Итак, втирающими движениями небольшое количество материала наносим на натуральную ногтевую пластину и захватываем ту отросшую часть свободного края, которую мы также зашлифовывали. Остальные ноготочки тоненько покрываем базой, также втирающими движениями и отправляем в лампу на 30 секунд для полного просыхания. Далее я буду использовать полигель торговой марки U-Beauty, цвет называется Beige. Выдавливаю небольшое количество материала с тюбика, набираю лопаткой и переношу на ногтевую пластину. Начинать работу буду с нашего сорванного ноготочка. И ставлю капельку посередине свободного края. Сейчас я смоделирую саму ногтевую пластину. В дальнейшем я просушу ноготочек и только после этого буду подставлять форму, для того, чтобы можно было удлинить свободный край. Кис смачиваю в жидкость, которая называется либо АХД, либо Бацилол. Это любая может быть жидкость, которая идет на спиртовой основе, либо дезинфицирующее средство. Но ни в коем случае не чистый спирт в чистом виде, либо продаются специальные жидкости для работы с полигелем. Итак, я смоделировала ногтевое ложе и отправляю в лампу на 60 секунд для полного просыхания. Обратите внимание на то, что полигель, который не имеет пигмента, то есть прозрачный полигель, достаточно просушивать 30 секунд. Если мы говорим о полигеле, который идет хотя бы с малейшей долей пигментации, его обязательно нужно просушивать не менее 60 секунд в лампе. Далее под подсушенный полигель я подставила форму, набираю еще один шарик и сейчас я буду удлинять свободный край. После того, как мы все наши ноготочки укрепили, просушили, мы можем смело приступать к нашему опилу. Итак, здесь я в опиле буду себе однозначно помогать фрезой. Обратно же фреза у меня твердосплавная кукурузка и снова я буду работать примерно на 25-26 тысячах оборотов. Опиливаю зону кутикулы и боковых валика и после этого могу приступать к работе с пилочкой. Пилочкой работаю 100 на 120 грит. Продолжение следует... После того, как все ноготочки наши опилены и подготовлены, можно приступать к покрытию ногтевой пластины. Покрывать ноготочки я буду красным гель-лаком, а безымянный цвет я оставлю на закуску. Там у нас будет выполняться такой легенький дизайник. Безымянный ноготочек буду покрывать нежно-розовеньким натуральным цветом гель-лака. Продолжение следует... Продолжение следует... Безымянный ноготочек покрываю нежно-розовым цветом гель-лака и не отправляю в лампу на просушку. Далее мне понадобится красный гель-лак, которым я сделаю легкую дымку по мокрому. Далее я буду использовать топ без липкого слоя U-Beauty, которым буду перекрывать абсолютно все ноготочки. Сразу же в лампу после перекрытия отправлять не будем, так как на безымянном добавим вот такой красивый декорчик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...